Осторожно, метро 1800 человек. За полгода получили ранения в метрополитене Москвы. Комиссия столичной подземки решила посчитать, сколько было несчастных случаев. Оказалось, что пострадавших почти 2000. Чаще всего травмы получают из-за падений на лестницах, платформах и эскалаторах. В основном по вине самих пассажиров, кстати, но иногда получают травмы из-за сбоя в системе работы метро. Например, в давке. Но для того, чтобы сократить число несчастных случаев, в подземке хотят выпустить билеты с правилами безопасности. Ну и о самых громких происшествиях в столичном метро расскажет моя коллега Людмила Клаженко. Станция Новогиреева, час пик. Движение в сторону центра парализовано. Перед локомотивом, который чудом успел остановиться, растерянная женщина. Очевидцы утверждали, она сама прыгнула на рельсы, отделавшись лишь ушибами. Я видела, я уже второй раз вижу такое безобразие. Сама прыгнула. Сама сиганула, причем со всей дури оттолкнулась. Я уже слышала. Отойдите, отправила. Отошли. А это уже станция Ленинский проспект. Молодой человек спешил, прокладывал себе дорогу на эскалаторе локтями и сбил 75-летнюю бабушку. Она не удержала равновесие, упала, разбила голову и потеряла сознание. Парень попытался скрыться, но его вычислили по камерам видеонаблюдения. Москвичку Ирину Шубину до больничной койки тоже довела спешка в метро. На станции молодежная женщина не успела выйти из вагона, а машинист уже захлопнул дверь. Меня зажало и трижды хлопнуло, потому что ноги. Я упала, и ноги остались в вагоне. В вагоне. Спасли пенсионерку работники станции. Ее доставили в больницу с трещиной в копчике и переломом бедра. А шестилетний москвич Саша в метро едва не лишился руки. Только она вытащилась, вот. А потом я видел, что у нас твасная и газная. Вот, из нее кровь я видел, что капала. Со станции Площадь Революции он ехал вместе с мамой. Женщина разрешила ребенку присесть на ступеньку эскалатора. И там рука Саши угодила в щель между лестницей и балюстрадой эскалатора. Зажатого в железной тиске ребенка протащила несколько метров, прежде чем механизм успели остановить. Руку спасли чудом, так же, как и ногу двухлетнего Димы, которая попала под металлическую гребенку. Я кричу, останавливают это, но как потом работница мероприятия, она несколько раз. Он повторял, я остановилась сразу, но у него тормозной путь, четыре ступени. В результате мальчик получил многочисленные переломы. Техники, которые позже осматривали эскалатор, заявили, что лестница была совершенно исправна. А все зазоры между полотном и ступенями соответствовали нормативам. Людмила Клаженко, Life. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова